Приветствую вас, председав ваш вопрос, вот, и думаю, что его можно разделить на две части. Первая часть про то, что касается непосредственно вашей деятельности, то, что вы вот хотите работать с людьми, то, что вы хотите заниматься педагогикой, вот, и вторая часть это то, что касается лично вас. И связана эта часть именно с тем, что вот вы говорите, что у меня была родовая травма в детстве, и, собственно говоря, вы ее переносли, но при этом осталась небольшая такая симптоматика в виде заторможенности. Вообще, о себе у вас очень интересные факты, как вот вам сказала моя коллега, ярлыки. Вот, но давайте обо всем по порядку, значит, наверное, будем говорить. Пока по поводу профессии, по поводу работы с людьми. Ну, вот, вы говорите о том, что после рождения вашего ребенка вас стало тянуть в педагогику. А до этого не тянулось, получается. То есть, вот, несмотря на то, что по образованию вы учитель, кстати, учитель чего, каких наук, каких наук и каких классов. Значит, вы не работали под специальности никогда, и с детьми, по сути дела, не занимались. Тоже никогда. И вот, рождается у вас ребенок, и вас начинает тянуть в педагогику. Захотелось видеть реальную пользу от своей работы, пишите вы. Вот здесь, как бы, возникает интересный вопрос. Вы работаете менеджером, и занимаетесь тем, что, там, имеете дело с подсковщиками, да, вот, вы здесь пишите немного бухгалтерии, переводы. Вот, то есть, работа, в принципе, ну, такая она, да, специфическая. Но вы говорите, что я проживаю пустую жизнь, и что, получается, пользы от вот той работы, которые вы занимаетесь сейчас, менеджером, менеджером, вы пользы от нее не видите, от этой работы. И возникает вопрос, вопрос, опять же, что, если вы не видите пользу от этой работы, от работы менеджером, то где гарантия, что вы будете видеть пользу от работы с детьми, если по факту вы выбираете детей проблемных, детей тяжелых, детей, у которых затруднено восприятие, не получится ли так, что и на этой работе, на работе по педагогике, вы тоже не будете видеть пользы от того, что делаете. Ведь это, на самом деле, достаточно тонкий процесс. Понимаете? Тонкий процесс, когда человек, работая где-то, видит, что его деятельность не приносит пользы. А что такое отсутствие чувства, что то, что я делаю, приносит пользу? Что это такое? Вот за чувство, именно чувство какое? А это чувство, именно такое, что человек начинает сомневаться, как бы, сомневаться в собственной значимости. Вы сомневаетесь в собственной значимости. И именно потому, что вы перестали чувствовать себя значимой, а вполне вероятно, что вы перестали чувствовать себя значимой из-за ребенка. То есть, вот, ребенок родился, вы как бы стали мамой, и для вас, вот тот факт, что вы стали мамой, видимо, воспринимается, воспринимается, наверное, даже, может быть, до сих пор воспринимается, как что-то такое вот угрожающее вам, из-за чего вы почувствовали, собственно, что нужно менять свою работу, потому что, ну, теряете вы, значит, и выходит тогда, что вы делаете вот это все, то есть, обращаетесь к нам на ресурс, значит, спрашиваете у нас совета, и так далее, и так далее, значит, только потому, что вам нужно как-то повысить свои собственные значения, и вы не знаете, как это сделать, но вот дети, дети вам должны помочь, повысить собственные значения. Вы знаете, если вот то, что я говорю, все правда, если то, что я говорю, это все про вас, действительно про вас, то тогда не стоит вам работать с детьми, по крайней мере, сейчас, вот в данный момент с детьми работать вам не стоит, потому что вам нужно сперва перестать стремиться к собственной значимости, вам нужно сперва понять, что вообще такое польза от любой деятельности и от любой работы, и только после этого, когда вы это поймете, и когда вы станете адекватно относиться и к тому, что вы делаете, и к самой себе, и перестанете воспринимать, работать, как бы, через контекст получения собственной значимости, вот когда вы это делать перестанете, тогда вы сможете стать независимой, и уже, вот, спокойно совершенно, тогда, вы можете заниматься тем, чем вы хотите, то есть это может быть и работа с детьми, это может быть все что угодно еще, то есть, я думаю так, не нужно детей использовать как средство для повышения собственной значимости, собственная значимость это никогда не работа какая-то, собственная значимость это понимание того, в какую сторону вы идете, собственная значимость это понимание, значит, какие у вас ценности, это понимание того, какие у вас ценности, и это соответствие вашего поведения этим ценностям, вот это является правильным. И только потом уже, только потом уже вы можете заниматься тем, что выбирать себе профессию, что вы там хотите, там, работать с детьми, что-нибудь еще, это уже вам решать. Но я думаю, что для начала то, что вы стремитесь к некой пользе от своей деятельности, то, что вы хотите получать результат и хотите чувствовать значение от своей пользы, вот это вот, на мой взгляд, большая проблема, потому что, как я уже сказал, дети и любая работа не могут быть средством для достижения вами своих целей. Это не было бы, это не было бы правильным, это не было бы гуманным отношением к детям, так как минимум. Вот. Значит, и что еще хочу сказать. Значит, поскольку вы никогда не занимались педагогической деятельностью, то я думаю, я думаю, что вам для начала стоит сперва просто поработать, значит, ну просто поработать вот в этой сфере. То есть, то есть, не торопиться, сразу приступать к обучению детей, а работать сперва просто с обычными детьми. Просто посмотреть, как вы сможете справляться с ними. Это вот очень важный момент. Если вы никогда не работали педагогом, то надо сперва попробовать в обычной сфере, а потом уже все в чем-то другом. Да, вот. Другой интересный момент. То есть, что вас почему-то сподвигло работать в этой сфере именно то, что у вас родился ребенок. И, на мой взгляд, это очень тревожный знак, что именно ребенок вас сподвиг на это. Может быть, вы, глядя на ребенка, вспомнили, что у вас когда-то были проблемы. Я имею в виду с развитием, которые вы преодолели, конечно, но которые, вероятно, остались. Именно проблемы я имею в виду. То есть, говоря о проблемах, я имею в виду как раз вот это вот ощущение, да. И вы хотите с этим ощущением вот таким образом бороться. То есть, у вас, у самой остались какие-то пережитки, аффективные следы того, что вы переживали в детстве. И сейчас, когда ребенок родился, он вам стал напоминать о том, кем вы были в детстве, и вам из-за этого хочется вот, значит, поработать с детьми, чтобы таким образом купировать. Опять же, дети здесь выступают просто как средство, а не более того. И это не есть хорошо ни для вас, ни для детей и так далее. То есть, об этом тоже нужно подумать. Теперь дальше идем. Следующая часть вопроса вашего и моего ответа Вы повреждена тому, что, значит, вы пишете о себе. То есть, вот тому, как вы пишете о себе. О себе вы пишете, что вы мнительный человек, что вы тревожный человек, что вы немного инфантильный и принимаете все близко к сердцу. Видите ли, мнительность и тревожность – это черты характера неадаптивного человека. То есть, человек, который не адаптируется в окружающем мире, плохо адаптируется в окружающем мире, плохо адаптируется в окружающей среде, плохо реагирует на меняющиеся обстоятельства в его жизни. И в данном случае такого человека можно назвать негибким, если мы говорим о поведении, его поведении. Соответственно, ситуация заключается в том, что вам будет очень тяжело работать с детьми, если вы не будете дикой. Если вы обладаете такими чертами, как мнительность, и это все достаточно серьезная проблема для вас. То есть, опять же, чтобы работать с детьми, нужно сначала в себе иметь определенные качества. Определенные качества и, в общем-то, этим качествам нужно соответствовать, требованиям нужно соответствовать, чтобы работать с детьми. Если вы, например, не уверены в себе, если вы тревожитесь, если вы чего-то боитесь, если вы не гибки, то работа с детьми будет причинять вам большую негативную нагрузку, будет давать вам большую негативную нагрузку. И это, в свою очередь, будет не только мешать вам, но и будет мешать вашему взаимодействию с ребенком тоже. И об этом нужно подумать. Об этом нужно также подумать. Если вы не хотите, например, работать над собой, если вы не хотите, например, выполнять действия и приходить к консультации, если вы не хотите работать над повышением своего уровня адаптивности и прочее, прочее, то вам стоит оставить все, как есть, но заниматься только с ребенком. И все. В этой ситуации, в этой ситуации, опять же, все зависит от вас. Далее, последнее, о чем я хотел сказать, это то, что вы, даже нет, не последнее, а предпоследнее. Я хотел сказать, это то, что вы называете себя адруистом, значит, терпеливой, ласковой и вообще любите детей. Значит, любить детей и работать с ними, это не одно и то же. Поэтому я думаю, что эти черты, которые вы себе назвали, кстати, откуда вы их взяли, эти черты? Откуда вы знаете, что у вас они есть, тоже отдельный вопрос. Эти черты не означают, что вы можете работать именно педагогом. Потому что педагог – это системный человек. Если вы альтруист, ласковый и любите детей, то вряд ли вы сможете с ними работать, если ему-то обучать. Для обучения нужна именно системность. А при ваших качествах, которые вы описываете здесь, это мнительность, тревожность, инфантильность, я полагаю, что с системностью, педантичностью, строгостью, выдерненностью и обязательным эмоциональным абстрагированием от работы у вас будут проблемы. И, как следствие, будет страдать ваш ребенок. Ну и теперь, наконец, последний вопрос. Значит, вы говорите, что переподготовка потребует много времени и денег. С этим причастность долго. А как вы собираетесь работать с детьми без переприготовки? Профессиональная литература по детской психологии – это совсем не то. Вам нужно образование. Вам нужно обучающий процесс. Вам нужно в каждый концов практика. Вам нужно в каждый концов реальный опыт. Литература этого не дает. Это, по сути дела, теоретическое знание. Но это не семинары. Это не вебинары. Это не проверка ваших знаний на практике. Это не отсутствие реального применения этих знаний. Это отсутствие лабораторных работ, экспериментов, контрольных работ и так далее. То есть, если вы любите детей, действительно хотите им помогать в этом направлении, то образование обязательно. Потому что, работая с ними без образования, или допуская, что вы будете работать с ними без образования, вы опять же подвергаете их опасности, что вы не профессионал, недостаточно подготовленный человек. И неужели вы хотите своим будущим ученикам, если они действительно есть, предоставить именно такую пользу? пользу неподготовленного, недостаточно образованного человека. Самоучки, по сути дела. Вы занимаетесь самообучением. Вы тоже об этом подумайте. Это такая вот чисто моральная сторона вопроса на самом деле. Тем более, это такая серьезная сфера, как обучение детей с определенными проблемами в развитии. То есть, это очень ответственный труд. Очень ответственная работа. Это не просто обучение обычных детей. Где, в принципе, если ты сам знаешь материалы, то ты можешь его рассказать, то дети тебя поймут. Это не так. Тут все гораздо сложнее. Вот. Значит, теперь, самое главное. Имеет ли это смысл или это моя очередная блажь, как говорят родные? Для того, чтобы понять, очередная ли это ваша блажь или нет, нужно увидеть другие блажи, которые у вас были. Потому что, не видя и не зная, какие у вас были еще блажи, нельзя сказать, блажь это имя нет. Потому что, если у вас вот периодически подобная блажь появляется, как вы говорите, то они имеют, как правило, одну направленность. Они имеют, как правило, одинаковые схожие критерии. Вот над этими критериями нужно и проработать. Над этими критериями нужно подумать, эти критерии нужно разобрать, тогда станет понятно, блажь это или нет. Пока это выглядит не как блажь, это выглядит как серьезное желание, но это желание направлено скорее на себя, чем на детей. Потому что, ну, начинать нужно с малого педагогическую деятельность, начинать нужно с малого. То есть, сначала вам все-таки нужно иметь опыт успешного обучения обычных детей, потому что это легче. Попробуйся от других, а не наоборот. Вы сразу берете на себя слишком сложно, и из-за этого вы рискуете потерпеть неудачу, разочароваться и отсюда еще более, например, сильно удариться в неуверенность в себе, во мнительности и тревогности. Так что вот от этого я хотел бы вас предостеречь. Не думаю, что это блажь, я просто думаю, что вы, может быть, в силу своей инфантильности, но вообще-то я думаю, что это немножко другое тут. Просто-напросто сразу хотите заниматься довольно сложным делом, не понимая при этом, что это не такой простой процесс. То есть, возможно, вы не отдаете себе реального отсчета в серьезности того, чем вы хотите заниматься. И, возможно, проблема здесь глубже. Поэтому это не большое, безусловно, это ваше желание. Но есть вероятность, что то, что вы хотите заниматься с детьми, это влечение. А это неосознанное желание, неосознаваемое желание. А истинное желание, оно другое. На подману не представлено ваше сознание. И если мы поймем, с чего вы хотите в действительности, тогда и будет ясно, блажь это или нет. Но то, что вы чего-то хотите в действительности, это определенно, это факт. Другое дело, что нужно понять, чего именно. Чего именно. Форма у вас, вот форма может быть блажей, да, форма может быть блажей. Но само по себе желание это не блажь. Само по себе желание это потребность, и ее нужно удовлетворять. И если вы говорите, что ваши родные вам внушают, что это у вас очередная блажь, то это говорит о том, что у вас уже какие-то желания подобного рода возникали, но вы их не удовлетворяли, вы не доверяли им своим желаниям, и из-за этого осталось неудовлетворенным. А это значит, что опять же, вы не уверены в себе, а это значит, что опять же, с неуверенностью в себе нельзя работать с детьми, если вы прислушиваетесь к тому, что вам говорят другие, относительно вашего выбора и того, чего вы хотите. Вот об этом в первую очередь пытается подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.